всем привет вы на канале industrial tool и сегодня мы будем разбирать аккумуляторный пылесос makita cl 001 gz конкретно в данном случае у нас представлена модель makita cl 001 gz 04 но не считая аккумулятора аккумулятор в комплект не входит поэтому мы его удаляем пылесос работает на аккумуляторах серии их gt 40 вольт все что вы видите сейчас на столе это есть полная комплектация представленной модели давайте уберем в сторону аксессуары к ним мы попадаем в конце видео и начнем разбирать сам пылесос первым делом мы отсоединим капсулу от корпуса пылесоса делается это очень просто поворачиваем вытаскиваем и вот она наша капсула пылесос тоже отложим капсула у нас выглядит вот таким образом здесь написано был мотор по бокам две надписи makita сделано из abs пластика как мы видим цвет у нее синий прозрачный также существует еще два вида таких капсул в сборе она продается вот именно сразу с этой кнопкой и в комплекте с клапаном который не позволяет выпасть мусору обратно также здесь есть две металлические такие детальки которые сделаны для того когда мы устанавливаем на пылесос чтобы здесь не стиралась со временем не стирался пластик есть капсула я видел на картинках белого цвета вот такого голубого прозрачного и зеленого у всех трех капсул естественно разные артикулы но до октября 21 года были еще другие артикулы потому что вот эта кнопка устанавливалась у них другая но с выпуском модели 7 0 2 эта кнопка ну я так понимаю усовершенствовалась возможно какие-то что-то более удобно сделали и чтобы не плодить разные как говорится детали много разных деталей они обновили и на 0 1 пылесосе эту кнопочку и теперь у этих всех капсул новые артикулы артикулы вы видите на экране также эту капсулу можно разобрать и по отдельности приобрести и кнопку и клапан и также винт который удерживает клапан и перед винтом там установлена шайба а под кнопкой есть пружинка ее тоже можно купить отдельно как разобрать берем плоскую отвертку и вот сюда поддеваем и наша кнопочка снимается удаляем пружину вот мы видим как выглядит кнопка раньше эта кнопка выглядела по-другому а а вот так у нас выглядит пружинка чтобы открутить клапан необходимо крестовая отвертка откручивается она просто винт называется сама нарезающий винт с крепежной головкой 4 на 18 и плоская шайба 4 и внутри был прикручен клапан клапан резиновый и капсула в разборе в разборе отдельно артикулов нет капсула будет продаваться по их артикулам только в полном сборе также вот эти части уже будут установлены отдельно на них артикулов нет но вот эти металлические штучки поэтому я их не снимаю далее снимаем фильтр таким движением поворачиваем и фильтр снимается на схеме этот фильтр называется easy shake то есть легко встряхиваем внутри у фильтра пластиковый каркас и сверху вот такой мешочек отдельно они не разделяются то есть мешочек пришит каркасу теперь разбираем сам корпус двигателя для этого необходимо раскрутить 7 самонарезающих винтов с крепежной головкой 3 на 16 вот они 1 2 3 4 5 6 7 откручиваем открутили все 7 винтов и теперь разделяем две половинки корпуса отложим пока лишнее и рассмотрим правую часть корпуса корпуса тоже бывают разного цвета поэтому будет представлено несколько артикулов внутри как мы видим поролон его можно снять здесь сделано намного лучше чем в версии 180 DCL потому что там поролон очка была приклеена и была она намного тоньше здесь посмотрите какая толстая чтобы и снять здесь есть вот такой крючочек а прорезь сделано по диагонали поэтому поролонку необходимо повернуть вот и она видите прорезь и аккуратненько ее можно вытащить при этом не порвав и вот видите там внутри крючочек вот так поролонка выглядит вблизи здесь уже почему-то порванная и также в комплекте с этим корпусом будет идти вот эта резиновая ножка но ее также можно приобрести и отдельно и и естественно как и на всех аккумуляторах инструментах будет вот такой резиновый пин он тоже приобретается отдельно но с корпусом он идет вместе а вот эта металлическая пластинка она уже здесь ветер заплавлена и снять ее не получится и отдельно вы ее не купите тут также есть надпись abs пластик а это уже tpe прорезиненная рукоять вся верхняя когда мы разбирали половинки спереди у нас выпала опора пластиковая и внутри у нее вот такой поролоновый спонж опора вот так выглядит без каких-либо надписей и поролоновый спонж ну а теперь по порядку извлекаем из корпуса все остальные внутренности начинаем с подсветки кнопки управления питание от аккумулятора контроллер ну и сам двигатель отложим в сторону и посмотрим на вторую половинку вторая половинка имеет те же самые детали то есть резиновую ножку спонж поролоновый и штифт 6 при заказе по артикулам корпуса вам придет сразу две половинки также на левой части корпуса имеются две наклейки это xgt логотип это именно наклейка видите она криво наклеена и внизу наклейка с характеристиками и название модели сделан пылесос в китае и почему-то именно на этой лейбле написано бл 4040 аккумулятор видимо рекомендую он и аккумулятор хотя в инструкции указаны и остальные аккумуляторы кроме восьмерки и еще один момент на корпусе есть место для крепления ремешка и на схеме этот ремешок нарисован под второй позиции но нет нигде на него артикула идем дальше отсоединяем подсветку подсветка отсоединяется легко и она также сам светодиод находится в своем корпусе если потянуть то мы увидим вот такой корпус корпуса есть несколько артикулов также до того как появился пылесос 002 модели был один артикул сейчас же уже они обновили этот корпус и на все модели поставляется этот корпус с новым артикулом а вот так выглядит светодиод белый 0 1 здесь что-то написано black white black понял черный белый провод то есть чтобы не попутать плюс-минус теперь отсоединяем кнопку включения кнопка включения у нас выглядит вот таким образом далее отсоединяем плату управления вот так выглядит плата управления здесь кстати указано за что отвечает каждый провод св1 св2 это кнопка вот это подсветка или что-то не знаю но тут у нас 4 скорости и включение на включение нажималось вот сюда плата управления продается вот в таком виде но ее также можно еще немножко разобрать здесь есть три винтика открутили открутили снимаем и вот так она выглядит внутри ну да это подсветка режимов четыре светодиода как здесь и указано провода идут на выключатель и на подсветку далее отсоединяем терминал снимается он легко снимается он легко на контакте здесь необходимо вот нажать вот на эту кнопочку на рычажок и тогда он спокойно снимается минусовой провод и точно так же снимаем плюсовой нашли рычажок и тянем вверх все и осталась клемма контактная с тремя проводами терминал у нас выглядит вот так и на нем наклеечка с моделью даты производства и серийным номером пылесоса теперь отсоединяем контроллер здесь есть три кабеля первый кабель контрольный и два кабеля питания плюс и минус они рассоединяются очень легко просто нужно оттянуть готово вот так выглядит контроллер фильтр помех в кембрике контакты тоже находятся в кембриках и выходит очень много проводов на питание на подсветку теперь разбираем корпус мотора сверху он прорезиненный также здесь тоже есть прорезиненная часть резинка это не снимается она как бы приклеена откручиваем четыре винта винты эти 3х16 открутили и вскрываем две половинки внутри вклеена еще одна резинка вот эта вот резиновая часть и спереди он весь прорезиненный причем это не резина такой силикон мягкий очень далее извлекаем двигатель из нижней части корпуса двигателя и внутри корпуса есть вот такие четыре резиновых штифта они снимаются и остается чисто пластиковый задний корпус двигателя здесь больше никаких прорезиненных деталей нет далее берем двигатель и снимаем с него вот эту резиновую прокладку или демпфер задний так он выглядит и из двигателя теперь можно извлечь вот этот проводочек тоже продается отдельно но вот так выглядит этот чудо мотор здесь целый компьютер на нем вот такая плата залита двигатель от компании найдек первый раз слышу про такую компанию и расположен в вилле на двигатель продается вот именно в таком виде как он есть и разбирать его дальше как бы не нужно но при желании можно конечно и разобрать немножко давайте хотя бы снимем эту верхнюю часть вот такая мощная здесь крыльчатка вот такая мощная здесь маленькая но как на современных промышленных пылесосах металлическая есть следы балансировки ну здесь можно снять плату открутить и далее вытащить отсюда статор если открутить вот эти части пылесос разобрали теперь переходим аксессуаром идет вот такая шелевая насадка обратите внимание здесь есть два отверстия раньше на 180 модели таких отверстий не было это означает что пылесос очень мощный и чтобы было меньше нагрузки наверное на двигатель и на старом здесь артикул был здесь артикулов нет потом идет трубка на которой установлен как раз крепление для щелевой насадки чтобы его снять нужно повернуть вот сюда совместить отверстия с этими пазами и она снимается раньше эта щелевая насадка была тоже другая это намного удобнее из этой просто часто выпадала ну и сама трубка от старой отличается тем что здесь уже под новые пылесосы с кнопкой с фиксацией и сзади вот эта часть под углом срезана и последний аксессуар который был в комплекте это щетка вот такая щетка тоже у нас обновилась колесики те же визуально они похожи но новые шарниры лучше работают здесь короче она маневреннее щетка это разбирается и на нее отдельно можно приобрести вот эти колесики шпильки на которых крутятся колесики и вот эта резиночка давайте снимем колесики колесики снимаются просто поддеваем также задние иногда вам придется их снимать потому как сюда наматываются волосы и потом они не крутятся вот вот так выглядит ролик и вот так шпилька ну естественно щетка щетку можно вскрыть кстати обратите внимание такое ощущение что ее кто-то уже скрывал здесь вот поцарапал и здесь не хватает одного винтика это вот претензия к магазину в котором я его покупал и она была без пакетика кстати если трубка щелевая насадка сам пылесос были в пакетиках то щетка это была почему-то без пакетика сейчас мы посмотрим если там внутри еще и мусор неприятно немножко не ну видно что щетка новая так она разбирается вот эти запчасти уже отдельно не продаются только в сборе с пылесосом но саму резинку можно отсюда вытащить и она меняется то есть она со временем стирается мой пылесос 180 2016 года я два раза эту резиночку менял вот вытаскивается не знаю ну скорее всего артикулы у них одинаковые что на ту щетку что на эту но там при заказе черная приходила нижняя часть и верхняя часть и так же разбирается 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 а чтобы снять разобрать эти две половинки видимо нужно снять вот этот хомутик да легко снимается и все легко рассоединяется и моется при желании если загрязнится на этом разборка пылесоса окончена кому понравилось данное видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока и не забывайте подписываться на мои соцсети там выходит очень всегда много интересных вещей которые вы не увидите в ютубе или на яндекс дзене субтитры сделал DimaTorzok